Сборная команда Германии Никак не в машинный футбол. И очень много тех, я думаю, что именно в эти годы, так сказать, начал симпатизировать команде Германии. То есть сегодня в большей степени машинный-то выглядит Франция. И это может быть парадоксально. С другой стороны, закономерно. Ну, а как в игре все сложится? Французы мощнее. Я думаю, что у них на сию пору и с точки зрения неполной готовности Хедира и Швайнштайгера, да и в принципе, сильнее центр поля. И утверждал бы я это более уверенно, если бы не был как-то неожиданно плох в поединке с Нигерии Блэс Матюиди, чудом тогда ушедший от красной карточки. Хотя судейские ошибки чудом называть. Пожалуй, будет перебором. Вот. Как будут доставлять немцы мяч в атаку? Быстро или медленно? Если медленно, то не будет ли их игра выглядеть немножечко такой старомодной? Если быстро, то как? Через фланги длинными передачами? Как будут доставлять мяч в атаку французы? Сыграют ли Грис? Снимает руку Мираклоза в центре. Пас ему низом идет. А с подбора? С подбора бить пер... Опять штрафной. Удается мяч в ноги принять. Хедира! Ах, помягше бы. Ну, вот это... На! И под удар Бензима. Удар по воротам! Кого-то там мяч зацепил, мне показалось. Но либо француза, либо это мне показалось. Ну, вот верительная игра мата сборной Франции. Ну что? Обменялись. Нет. Просто удар мимо ворот. Но французы чисто разыграли мяч. И Бензима... Ну, вот заброс вперед. Вот они, представляете. Грисман! Антуан Грисман слишком нянчил этот пас. Слишком гладил мяч. Слишком понимал, как... Подает кросс. Удар по воротам. Гол! Сборная Германии открывает счет. И это Мац Хумельс. Не зря болел сил, набирался. Мне показалось, он даже не прыгал. Но как он срезал мяч от перекладины. И какой кросс от кросса, а? Может быть, даже немцев обидит, если я это назову бэкхэмовским пасом. Радиоуправляемым. Вы знаете, кому он показывает? Я тоже догадался. Вы посмотрите. Ищите Хумельса. Да, он находит на мяч. Варан играет с ним по позиции, но вступить в борьбу не может. В Бутербротова брать, что ли? И разбегаются немцы, уводя в разные стороны опекунов. Пас шел на Хумельса. Именно. Это целенаправленное. Это не в какое-то место передача шла на него. Второй гол. У него, кстати, все с ударом нормально. Но он сразу дал понять, что бить не будет. Мироклоза! Мяч останавливает. Все смотрят на питану. Аргентинец пенальти не ставит. Никто нам не мешает повтора подождать. Тут не видно. Федера. Отлично. Пас. И тут великолепно играет Патрис Эвра. Как будто на финиш. Вот я не знаю, там 100 метровки. Высовываясь, он выпрыгивал. Выбегивал. Уж простите, это не очень литературно, но зато более понятно. И закрыл корпусом Мюллеру траекторию мяча. И это ни разу не был кроссинг. Поскольку здесь Мюллер Ищумельс вроде бы пришел, не претендует на то, чтобы надвигаться на мяч. И передача идет низом. И по-моему, Бенедик Хеведес, да, чуть не пяткой наносил этот удар. Судя по недовольным лицам защитников сборной Франции, судья угловой, на взгляд, там своих двое, оба закрыты. Решил сыграть понадежнее. Дебешой опять в контакте с кем-то. Да-да-да. Немцы все думают, второй раз. Но накажи же ты его. Но арбитр не должен наказывать его. А нам бы неплохо повтор посмотреть. Полную катушку своих атакующих возможностей. Может быть, сейчас опять через центральную зону заброс прошел. В этом-то мы оказались правы. Грисман на Вальбуэна. Удар по воротам. Ой, какой Нойер потащил мяч-то, а. Он вытягивал руку уже, находясь в висячем положении. Да, французы не били, а тыкали. А арбитр-то тут судит достаточно либеральный. Два из трех офсайдов он не свистнул с порно. По-моему, было положение вне игры. Но вот здесь, как он с пола уже падающий мяч поднял, а. Очень сложный был. Моменты, но и расправился. Французы подают угловой. Многие считают, что на пике. Но это ладно, об этом завтра. Вальбуэна подает. Ух ты! Отскакивает мяч Ромаду Сако. Так по-тоненькому хотел сыграть-то. И кто на подборе? Нет, немцы все уже пошли на этот мяч. Сзади не осталось никого. Грисман, кстати, пока тоже очень ничего. Сколько умеет гуриться. Ну а что с Хидирой? А там один Бензима. Неужто мяч до него дойдет? Удивительное дело. Сколько было там игроков немецкой сборной. Но мяч точно до Бензима долетел. И теперь уже французы просят пенальти. Бензима по центру Матююди врывает штрафную. Бензима действует сам. Бьет сам. Ноэр забирает сам. Ну и что? Годится, правда? Очень даже неплохо. А пас Пагба просто велик. Ворота сборная Алжира. Но и этот мяч тоже, господа, в копилочку. В копилочку. Ну а пока 1-0. Гол нам показали не зря. Он дарует лидерство. Мы вправе ждать. Мы вправе ждать того, что это будет концерт. За первый тайм командовал спасибо. И одной, и другой. Провожая команду на перерыв, я сказал, что не вижу, зачем прямо вот радикально что-то менять. И тем и другим. Два центральных защитника французской сборной. Передача был там офсайт? Не было. Я краем глаза смотрел на судью на линии. Он, по-моему, флажка не поднимал. Уже у штрафной. Азил. Аккуратненький пас. Центр под удар Мироклоза. Да. Услужливый, я бы сказал, пас. Но при одном условии он мог дойти, если бы там не было соперников. А они, надо признаться, там были и не зевали. А с другой стороны, куда еще? И застряли немцы большим числом на чужой половине поля. Здорово. Грисман проходит одного. Надо расставаться с мячом. Собьют сейчас его Хедира. Но это та же желтая. Но в первом тайме не давал желтую за это питание. Может, не даст и сейчас. Дает. Ну да. С четырех до десяти можно, с десяти до четырех нельзя. Немножко перефразирую. Применяя к месту, не к месту, вам решать фразу из классика. То есть Кабай не получил. Хедира, Шваньштагер. И кросс. Решил первый. Но там ошибся Ньяма. Ой, момент. А не свой ли бил? Ну, показывает нам камера Варана. Из борьбы с Ботенгом. Насел он этот удар. Нет, конечно. Ох, какая ошибка. Мюллер. Может, сам пробить. Передача в направлении дальнего угла. Не знаю. Может, пас, может, удар. Немцы просят углового, но его арбитр не дает. У меня первое впечатление было, что зацепил меня в ногу защитников. Ну, на пару. Удар поворотом. А перевод на Вальбуина смотрелся лучше. Вот в этом движении Грисмана видна была уже усталость. То ли на уровне головы. Так и немцев, потому что Шурли уже у штрафной. Ждет, пождет, пока кто-то там придет. Вот у меня такие незамысловатые уже и рифмы получаются. Из двух замен в строку. Вальбуина. Мимо. 74-й. Вальбуина. Да, Грисмана, я думаю, будет менять. Мюллер. Передача. Помните, он также освободился. Правда, влезал в штрафную и сделал пас на Шурли. А сейчас в втором тайме Франции поагрессивней. Вальбуина. Не поделили мяч. Бензима. Бензима разворачивается. Бьет с левой. Попадает защитника. Может, стоило отдать мяч партнеру. Но это крепко. Подача. Матюди. Удар. Мюллер. Но тут крепкие нервы. И, внимание, больше ничего не требовалось. Но это не просто это проявить в чемпионате мира. На 77-й-то минуте. Подача. Ух ты, какие отскоки-то здесь. От кого последний мяч отлетел? Вальбуина бежит подавать угловой. Хумельс держится за нос. Ну, мац Хумельс. До мяча нет. Овсайда. 4 в 2. Атака сборной Германии. Не попадает по мячу Мюллер. А Шурли не попадает в ворота. То есть, это не то, что совсем не попал. Но не попал в шарик. Мюллер, я думаю, зацепил бы мяч. Забил бы. Овсайда нет, как видим сейчас. И не поднимать надо. Страфной. Поглядывает. Поглядывает. Шурли. Попадает. Далековато отпускает. Бензима. Страфной. На углу братарский удар. Вот она, когда Франция была к тому, близка к тому, чтобы счет сравнять. Атака продолжается. Погба. Матюйди. Будет передача к левой бровке, откуда все уже ушли. И все-таки был он этот шанс. И все-таки был он этот шанс у французов. Коротко отыгрались Бензима и Жеру. Ну, и это уже совсем другая для Нойера ситуация. Все. Сборная Германии в полуфинале чемпионата мира. Первая из всех. Четвертый раз подряд. Ранний мяч Матса Хумельца оказался единственным в этой встрече. Как бы тогда ни казалось, это все невозможно. Поздравление немцам. Сочувствие французам, которые тоже сегодня были очень неплохие. Но кто-то должен был в этой паре победить. Победила сборная Германии.